Добрый день всем! У нас сегодня были подведены итоги в Тюменском офисе конкурса. Ну, раз в полгода проходит регулярно, и вот среди новичков у нас второе место Лала заняла. Вроде ничего необычного, потому что человек реально талантливый, но Лала тебе всего 21 год, по-моему. 21 недавно исполнилось. Недавно не исполнилось вообще, получается, все рекорды, когда тебе 20 побило. И это заставляет нас пересмотреть многие подходы, потому что я сам себя говорю, что риэлтор в 19-20 лет, это спорно. Но у нас, слушайте, все больше звезд в последнее время. В субботу вручал приз лучшим риэлторам по сети, и вот одному из лучших вообще было 22 года по сети. А ты у нас, получается, в таком конкурентном рынке смогла среди новичков вообще занять второе место. Лала, давай в двух словах. Во-первых, привет, да, что мы еще так толком не пообщались. Вот я думаю, сейчас несколько вопросов тебе задам. Расскажи, как так вообще получилось, почему риэлторство, почему в таком раннем возрасте? Вообще я наблюдала за бизнесом риэлторства, конкретно за этажами еще там с 15-16 лет, когда стала более осознанной, потому что у меня мама работает, тетя у меня еще в этажах работает в Тобольске, тоже топовый риэлтор. Вот, и я так просто издали наблюдала, потом уже начала более глубоко изучать, смотрела там группы, смотрела конкретно группу Ильнура очень часто. Было мне все это интересно, но казалось чем-то там недостижимым. Вот, потом, когда уже я отучилась в Саратове, в колледже, я переехала и поняла, что пойду, пойду в этажи. Давай по порядку, ты получается туда переехала, тебе было 15 лет, да, где-то? Да, вернулась в 19. Два года отучилась. Три. А, три года отучилась и вернулась в Тюмень уже. Да, вернулась, да. И дальше? И пришла в этажи. Так, куда пришла? Пришла просто на второй этаж. А, на второй этаж, я сказала, хочу работать. Меня встретила Альбина Козов, вот, и я сказала, что хочу работать, может быть, в отдел маркетинга возьмете хоть куда-нибудь. Вот, она говорит, ну, в отдел маркетинга не надо, давай лучше я тебя предложу помощнику-менеджеру. Я говорю, ну, хорошо, ладно. Вот, в итоге она меня определила к менеджеру, и вот 4 месяца я проработала помощником-менеджером. Мне исполнилось 20 лет, и я говорю, хочу в риелторы. Вот, мне говорят, ну, нельзя, вот с 23 и все, нельзя. Я говорю, ну, я хочу. Помню до сих пор, помню этот диалог с Ичаром, когда они мне говорили, вы должны гарантировать минимум 3 сделки. Я думаю, как я буду делать эти 3 сделки, это же что-то вообще невероятное. А у меня здесь особо нет друзей, знакомых, родственников, потому что вся моя сознательная жизнь, там, более такой взрослый возраст прошел в Саратове, это очень далеко, 2000 километров, а детство прошло в Тобольске. Как бы такого… Слушай, ты вот с полного нуля в возрасте, по сути, 20 лет добилась таких… Я посмотрел, у тебя там средний доход в районе 400 тысяч, да, примерно? Около того. Слушай, ну, это нормально, с нуля-то, знаешь, это заставляет многих задуматься, так получается, кто-то может сильно захотеть и стать риелтором, да? Ну, это же, скорее всего, не так. Если сильно захотеть, можно в космос улететь. Вот поэтому я считаю, что только упорный труд и ежедневный упорный труд может привести абсолютно к любому результату. Слушай, а как на тебя вот мама повлияла и тетя, да, что они риелторы в Тобольске? Ты вот сейчас вот как бы ретроспективно можешь понять, как это произошло? Ну, мама мне говорила, что не получится. Да ты что? Да, мама говорила, что не получится, потому что я еще сама как по себе человек, я очень эмоциональная была. То есть меня легко, допустим, обидеть, я очень ранимая и так далее. А мама говорила, что в этом бизнесе нужно эмоции как бы более на второй план, вот, и нужно там за клиента где-то договориться, еще-еще всегда на пролом идти. Вот, я говорю, нет, мама, 100% я должна. Вот, а тетя меня очень поддерживала, она даже моей маме говорила, пускай идет, у нее все получится. Тетя, наоборот, была таким звеном, которая меня очень поддерживала. Вот. Слушай, хорошо, тогда, знаешь, у меня такой вопрос. Ты еще зашла в очень сложный рынок, то есть, ну, объективно, слушай, последние вот 4-5 месяцев, но сложные. Ты как-то это ощущаешь на своей работе? Ну, я же не знаю, какой он может быть другой. Ты счастливый человек. Да, я не знаю, какой может быть другой рынок, вот, поэтому и всегда вот, какой позиции я придерживаюсь, что сделки есть, у других людей есть, и у меня будут, и неважно, новичок я или нет, другие же что-то продают. Люди не перестали покупать, продавать, значит, их агентом могу быть я. Вот, даже когда ко мне обращается всегда клиент, все, что я держу в голове, это то, что он все равно купит, а вот со мной или нет, это уже второй вопрос. Это моя задача, чтобы сделка прошла со мной. Слушай, а инвестируешь много в рекламу? В рекламу, ну, достаточно. Скажи, сколько я себе не скажу? Ну, примерно 15-20 тысяч. А, ну, ты с самого начала так начала? Да, с самого начала. У меня все сделки первые, сначала только с рекламы чужих объектов, все. Ну, то есть, ты прям не боялась, да, инвестировала? Ну, да, конечно. А как по-другому, где мне еще поток искать? Слушай, не все такие, все нормально. Да. Слушай, что у тебя говорят твои сверстники, скажем так, да, как они, потому что я уверен, что там такой уровень. Кроме дохода среди 20-летних, ну, мало ли, в России. Ну, они не знают, сколько я зарабатываю. Ну, примерно же догадываются? Я думаю, что вряд ли они догадываются, да. Вот, ну, они просто реагируют, там, например, когда я купила квартиру, купила машину. Конечно, они в шоке, потому что все мои сверстники сейчас учатся где-то у нас в период такого, что там высшее образование нужно получать. Я его тоже получаю, просто заочно. Вот. А где получаешь? В Ранхиксе я учусь. А, в Москве, да? Да, президентская академия. Вот, там я учусь на государственном управлении. Все, ну, почему? Все может быть в будущем. Я считаю, такие качественные управленцы, они, может быть, знаешь, потом тебя позовут, ничего нельзя исключать. Я считаю, чем больше талантливых управленцев, тем лучше. Тем лучше. Скажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, вот, какие качества риэлтору важны, чтобы вот все хорошо шло с клиентом? Ты же это уже можешь считать? Ну, да. Какие вот, на твой взгляд? Я думаю, что самое главное – это забота клиенту. Вот, все, что я могу дать клиенту, это полностью обеспечить, чтобы ему было комфортно со мной во время сделки, и чтобы он купил действительно то, что будет ему приносить, там, удовольствие в дальнейшем. Вот, и от чего он реально будет получать, там, кайф, и, не знаю, в новой квартире, либо потом получит деньги с инвестиций и вспомнит меня добрым словом. Вот, это вот моя самая главная задача, чтобы сделать клиента счастливым. Слушай, а было такое вот за эти, там, последний год, ну, работы, что ты плакала из-за работы? Да. А из-за чего? Ну, я обычно это так не транслирую нигде. Ну, что-нибудь одно расскажи. Очень часто бывает, что-то не получается, например, да, нужно 5 минут обязательно поплакать, потом взять себя в руки и пойти, потому что сделки у меня, вот даже моя коллега говорит, с которым мы очень хорошо общаемся, она говорит, Лала, у меня такое ощущение, что ты создана для сложных сделок. Вот, допустим, есть подрядчик, есть мой клиент, и я знаю, что он может качественно и дёшево построить моему клиенту. И вот вместо того, чтобы отвезти, там, к другому подрядчику, который сам всё сделает, я веду к этому, за которого мне нужно сделать просто всё, а потом, там, какие-то подводные камни. Но я с этим справляюсь. Зато клиент счастлив, что он за эту сумму реально строит себе качественное жилье. Знаешь, вот один из последних вопросов, ну, талант Ильнура там не поддаётся сомнению, да, это доказано. Как вот партнёр компании, да, который, ну, так максимально уже себя проявил, Ильнур, как он в работе? Такой больше наставник или такой достаточно мягкий, или чуть требовательный? Можно характеризовать его? Ну, точно не требовательный. Не требовательный. Нет. Многие считают, что он требовательный. Многие считают. Я даже, когда перешла с другой группы, меня некоторые встречали и говорят, ну, как он там, ругает? Так. Кого ругает? Лично ко мне ни разу Ильнур не подошёл и не сказал, ну, 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 у тебя там 200 тысяч в оловке, почему так? Такого вообще никогда не было. Но я тоже так думала, потому что все так говорят. Когда шла к нему в группу, я тоже так думала, что будет, раз все говорят, ну, значит, это правда. У нас про этажи часто так говорят, что у вас там такой порядок, что там чуть ли там не камеры ходят за каждым человеком, да, и свободы нет. Но это, конечно, не так. А за счёт качеств, каких качеств управления, на твой взгляд, вот, ну, реально Ильнур и его команда таких успехов достигают? Я думаю, что целеустремлённость в первую очередь, вот, все заряжены активно и все знают свою цель, вот, что ещё? Эмпатия, вот, потому что все очень открытые, подход к людям очень важен в нашей работе, потому что мы с людьми работаем, вот, я думаю, что это такие самые важные качества. Слушай, такой вопрос немного про отношение к деньгам. Ну, завтра раз, допустим, в лотерею выиграла бы 100 миллионов, что бы сделала с ними? Инвестировала бы. Куда? Ну, я думаю, в какой-нибудь коммерческий участок, пару участков. Я уже начала инвестировать. А, уже начала инвестировать, да? Да, купила участок. Всё, молодец. Да. Так, слушай, насчёт твоего мнения, насчёт, ну, планов себя лично, да, какие там, на 2-3 года хотя бы ставишь? Ну, на ближайшие 2-3 года это точно цель топ-3. Топ-3 даже? В компании, да. Так, топ-3 об этом знают? Я не знаю. Но Руслан Кулиев мне всегда говорит, Лала, я тебя жду. Да, очень верят в меня коллеги, я тоже, на самом деле, я к этому стремлюсь, потому что во мне есть такое качество, как достигадорство. Вот, очень хочется мне, чтобы я шла вот к этой цели. Вот. Так, ну, смотри, во-первых, я тебя ещё раз поздравляю. Спасибо. Ты у нас молодец, я уверен, сейчас многие посмотрят. Ты у нас знаешь, вот, мне кажется, характеризуешь вот это изменение подходов, да, что раньше компания тоже считает, ну, риелторы считались там, сразу скажу, лет 20 назад это в основном вообще возрастные были. Сейчас, смотри, как всё поменялось, что уже такие молодые таланты уже там себя проявляют в рамках компании там. Ну, это очень круто, мне это очень приятно как руководитель. Спасибо. Как всегда, за молодёжь. Спасибо. Но ветеранов тоже надо чтить. Да, обязательно. Я считаю, в этом балансе всё и проется. Факт, что у тебя и мама правильно работает. Да. Вот, эффективно. Причём, я её хотел отдельно похвалить. Я вот в субботу был, вручал ей награду, да, то есть, ну, она ведь реально молодец, она в рамках сети. Да. Представляешь, лучшая была. То есть, это же круто. Это очень круто. Всё, поэтому, ну, надеюсь, что в следующий раз буду тебе тоже вручать. Спасибо. Это будет, кстати, первый случай, когда я буду вручать, ну, если так произойдёт, и маме, и дочери, получается, в рамках небольшого периода времени. Ну, да. Всё, так что всё. Спасибо. Спасибо.